Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Андрюшенька, все хорошо. Молодец, молодец, спасибо. Здравствуйте, Людмила Глебовна. Здравствуйте. Добрый день, Ирина Васильевна. Здравствуйте, Людмила Глебовна. Здравствуйте. Продолжение следует... Алло, мамуль, ты чего так поздно? Доченька, а с тобой все в порядке? Все в порядке, мамуль. С малышней сегодня занимались. Учили песенку про кошку Китти. Помнишь, я тебе говорила, в школе на каникулах работает летний лагерь для младших классов. Еще частные ученики добавились. Представляешь, как ко мне теперь моя ровесница ходит. Так непривычно. Так что я не скучаю. А ты дома сейчас? Да, конечно. А что у тебя там хлопнуло? Хлопнуло. Ну, это, наверное, форточка, сквозняк. Я хотела тебе сказать, что ты, когда ложишься спать, ты, пожалуйста, не только двери закрывай, но и окна. Все-таки это не Москва, четвертый этаж, а ты в деревянном доме живешь. Мамуль, я проверяю, запираю. Не волнуйся. Прости, что разбудила. Доброй ночи. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Я потерпевшим. Может быть, она что-то скажет. Да, договорились. Эти фотографии сделал тот же человек, который преследовал мою дочь в Москве. Он опять взялся за свое. Насколько я понимаю, ваша дочь уехала? Да, ей пришлось уехать из Москвы. Уволиться и найти новую работу, чтобы как-нибудь избавиться от него. Вы же ничем не помогли. Вы поймите, он ее нашел. Эти фото сделаны. В Молодвинске. Боюсь, Ксения Борисовна, мы ничем не можем вам помочь. Как не можете? Человек в опасности. Да вы успокойтесь, не горячитесь. Я поясню? Да, поясните. Будьте так любезны. Касательно преследования вашей дочери в Москве. Все необходимые действия по вашему заявлению были предприняты. В ходе доследственной проверки было обнаружено, что вашу дочь действительно фотографировала неустановленное лицо, а также посылала ей сообщение. Да, сообщение оскорбительного и страшного содержания. Не забудьте про спам на сайте гимназии, где Мила преподавала. Однако прямых угроз жизни и здоровью Людмилы Глебовны не было. И насколько я понимаю, сейчас ваша дочь жива и здорова, так что основания для заведения уголовного дела у нас нет. Вы хотите сказать, что нужно обращаться, когда случится что-то страшное? Если фотография была сделана в другом городе, то это не к нам надо обращаться, а по месту писать заявление. Мы работаем только по Москве. И заявление должна писать Людмила Глебовна лично. Я поняла. Толку от вас с ноль. Я зря теряю время. Я сама справлюсь. Да делайте, что хотите. Привет, Мила. Как ты? Все хорошо? Ты на работе сейчас? Да ты знаешь, я что-то затосковала без тебя в Москве. Решила тебя навестить. Да, билет я уже взяла. Отлично. Приезжаю с утра. Я поняла, мам. А когда за мной уже приедут? Андрюша. Ну так, мама? Да, приезжают завтра в утреннем поезде. Как раз для занятий встречи. Все. Всем пока-пока. До злата. До свидания. До свидания. До свидания, Ирина Васильевна. До свидания. Надолго приезжает? Не знаю, как пойдет. Здравствуйте. Здрасте. Ты же говорила, она у тебя работает постоянно. Ну, она может работать дистанционно. А других дел у нее в Москве особо нет. Она такая молодая. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама у меня классная. Все мои друзья ее обожают. Везет. С мамой? Да. Все, что есть во мне хорошего, это ее заслуга. А отец? Не, ну конечно, и папина тоже. Куда без этого. Просто он рано умер. Маме пришлось совсем справляться самой. В том числе с моими подростковыми закидонами. У тебя закидоны? Он да. Ни за что не поверит. Ты даже не представляешь. Я уже потом поняла, как мне повезло с родителями. А в детстве казалось, что у всех так. Если бы. Давай через набережную пройдем. Я маме смородину куплю к приезду. Да. Она черную смородину обожает. Все время жалуется, что в Москве не везде купишь. Вот там вы видите пожарную колокольную. Она возвышается на пятьдесят метров. И верхний ярус был достроен в последние годы. А сейчас, пожалуйста, все за мной… В годы советской власти главный церковный колокол от Литы в семнадцатом веке знаменитым мастером Титовым было отправлено на переплавку в соответствии с постановлением о запрете колокольного звона. Серьезно? Было такое постановление? Ну, а что? Был же запрет на новогодние елки после революции. Ничего себе! Хорошо, что елки обратно разрешили. Ну, колокольный звон тоже, как видишь. Отлитый ярославскими мастерами колокол является копией исторического. Для создания использовались фотографии и рисунки, предоставленные городским музеем. Работы по реконструкции спонсируются фондом Михаила Соболева. Это теперь у Михаила Аркадьевича фонд. Я его мальчишкой помню. Яблоки у нас с сада таскал. Бабка его как-то раз с пугача шуганула. Правда, что ли? Или вы шутите? Конечно, правда. Нрава-то она была, ох, крутого. А сейчас у него и фабрика в вялках, и магазины, и храм вот реставрирует. Меценат! Еще и колокол знаменитый на колокольню поднимет. Туристов в городе прибавится. Держи, Людмилочка. Анджела Дэвис – чистый витамин. У вас в Москве такого нет? Почему Анджела Дэвис? Так это сорт так называется. Наш местный. Анджела Дэвис? Чернокожая правозащитница. Ее в СССР очень любили, я читала. Ой, а крыжоночку возьми на варенье. Без ГМО, без химии. А я тебе еще листочек вишневый дам. И туда положишь для запаха. Ой, да не надо. Это уже мама приедет. Пусть сама покупает. А то я варенье только на хлеб массать имею. Мама? Какая радость. А мама-то когда приезжает? Завтра. О, тогда держи. Мама завтра изварит. А я к тебе завтра с утра забегу и творожок свежий занесу. Спасибо большое. Ой, аромат божественный. Туристы должны вашу ягоду с руками отрывать. Хорошо берут грех жаловаться. А когда трассу проведут, тогда заживем. Какую трассу? Так федеральную же. Скоростную восьмиполосную автостраду пройдет рядом с городом. Кстати, здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Степанин Давдин, взвесь мне яблочек. А как же, Сан Саныч, яблоки только с дерева сняла. А когда построить должны? Да, что говорят-то? Решение уже принято. В скором времени обещали озвучить сроки и точный маршрут. Так что будут туристы и построим новую гостиницу, и кемпинг, и торговый центр. Кстати, сможет там себе павильон арендовать на льготных условиях. Пылью? А че, почему бы и нет? На сто рублей? Только ты смотри, Сан Саныч, про льготные условия не забудь. Когда дело-то дойдет? А я, кстати, тоже слышала, что в следующую субботу колокол привозят. Обещают еще какие-то народные гуляния, концерт и какого-то крутого звонаря из Ярославля. Пойдем? Пойдем обязательно. И маму возьмем. Ей это точно понравится. Не ходи. Нельзя туда ходить. Новый колокол неправильный. Вешать нельзя, звонить нельзя. Беда будет. Проклятье на нем. Уезжай. Уезжай. Так а ну пошел отсюда. Пошел, я сказала, я сейчас полицию вызову. Не выезд, гроза будет. Таня, это Степа, он безобидный. Да, так не скажешь. Но он пульмянник, тетя Стеша. Немножко с особенностями. Но он добрый, да, Степ? Руки золотые. Ты же мне калитку починил, помнишь? И обещал прийти лужайку покосить. Нельзя звонить. Гроза будет. Тихо, 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 мужик. Спокойно. Мило, вам помочь в чем-нибудь? Да нет, все в порядке, Андрей Петрович. Степан, вы его не слушайте. Он ерунду болтает. Идиом, горе мое. Валентин Эдуардович тебя искал. В санатории работы тебе есть. Вы его не слушайте. Идиом. И часто с ним такое? Да бывает. Ясно. Может, я вас провожу? Нет, спасибо. Спасибо. Точно? Точно. Хорошего дня тогда. И вам. А это кто? Сосед. Интересный мужчина. Ты зачем про колокол болтал, а? Ты тетечка сама знаешь. Проклятый он. Я-то, может, и знаю. Только тебе лучше язык держать за зубами. И не трезвонить на каждом углу про проклятие. А ну проклятие-то и так никуда не денется. Никого оно не минет. Проклятие-то вот как. Никого, тетечка. Никого, тетечка. Никого, милый. Никого. Всем достанется по делам их и до десятого колена. Ну все, все. Иди. В санаторий тебя ждут. И инструмент гляди не забудь. Иди. Как вы себя чувствуете, Николай Поликарпович? Все нормально. Я, Миша, почти полжизни потратил, чтобы колокол от отвернуть. Уже не думал, что доживу. В следующую субботу поднимаем на колокольню. Все. Ну что, с Богом. Надеюсь, что без эксцессов обойдется. Тво-тво-тво, чтобы не сглазить. Я за вами машину пришлю. Вы у нас на мероприятии почетный гость. Если бы не ваши архивные документы с раскопок, я бы сам ничего не смог сделать. Кстати, на раскопках оживление. Так что же, археологи заинтересовались? Да нет. Геодезию прокладывают для федералов. Ищут маршрут для новой скоростной трассы. Хочешь сказать, трассу через развалины монастыря прокладывать собираются? Ну, это я не в курсе, но вот Васин… Сан Саныч? Он самый. Достал карты через своих друганов из Депстроя. Интересно. То-то и оно. Хотел бы я взглянуть на эти карты. Вот только с Васиным мы на ножах. Поэтому мимо. Но, может быть, варианты появятся. Такая погода сегодня хорошая. Может, еще прогуляемся? Не могу. У меня ученица через полчаса. Ну, ладно. Ты завтра-ка скольки на работу? К часу. Тогда без двадцати здесь. Угу. Хорошо. Договорились. Ну, все. Я побежала. Крыжовник. Спасибо. Угу. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Лучше сказать «still here» или «so far». Окей? Давай дальше. С работы? Может, ответишь? Нет. Это… личное. Что-то с близкими? Если надо, сделаем перерыв. Из близких у меня только дед, и с ним все в порядке. Эй, если это из-за мужчины, то они наших слез не стоят. Ни один. Извините. Все сложно. Не извиняйся. Знаешь, тех, кто отравляет жизнь, за борт. Bad guys go overboard. Старинный пиратский девиз. Ой, как быстро время прошло. Ладно, на сегодня закончили? Не совсем успели все, что я планировала. Так что возьми вот эти распечатки и поупражняйся дома, хорошо? Хорошо. Кажется, правда гроза. Слушай, а как ты на работу пойдешь в такую погоду? Может такси? Да не поедет никто в такую грозу. Туда до отеля минут десять пешком идти. Давай я тебе дождевик дам. Да ладно, я так добегу. Нет, давай дам. В следующий раз отдашь. Держи. Поможете? Угу. Спасибо. До свидания. До встречи. До встречи. Вик. Что ты тут делаешь? Нам надо поговорить. Не о чем. Я уже все сказала. Вик, ну послушай. Ну не делай скоропалительных выводов. Давай просто все обсудим. Мой ответ – нет. Я никогда на это не соглашусь. Уходи. У меня много работы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да выключи ты этот чертов пылесос, пока я его в окно не выкинул. Вик, ну подумай три минуты. Ну подумай, что ты можешь с этого получить. Да мы оба можем. А из-за твоих дурацких принципов, ты нам весь кислород перекрываешь. Оставь меня в покое. Вик! Если ты сейчас не уйдешь, я позову охрану. Вик, ну подожди. Ну послушай ты. Ну дела. Здравствуйте, девушка. У вас кофейный аппарат сломался. Не организуете кофе? Конечно, сейчас. Спасибо. А аппарат скоро починят. Мастер уже едет. Так. Спасибо. Еще чем-нибудь могу вам помочь? Нет. Благодарю. До свидания. Привет, Викуся. Девочка, мне надо с тобой поговорить. Дед, я на работе. Понимаю, но это важно. Как закончишь смену, сразу ко мне в санаторий. Привет, Викуся. Девочка, мне надо с тобой поговорить. Я не собиралась. Знаю, что не собиралась сегодня. Но это очень важно. Викуся, если у тебя какие-то планы, придется их отменить. Сразу после работы ко мне. Поликарпыч, а чего ты тут сидишь? Все на полник пошли. А вы? Что еще не в столовой, Зинаида Филипповна? А я уж там была. Гляжу, тебя нет. Пришла посмотреть. Может, ты помер. Не надо спешить. У меня еще есть кое-какие планы. Ой, Поликарпыч, да чего ж у тебя ковер хороший. И красивый. И от стены не дует поди. Совершенно верно. Не дует Зинаида Филипповна. А я вот как спиной к стене посплю, так утром разогнуться не могу. А если вам ковер мой так нравится, то когда буду составлять завещание, отпишу его вам. Не врешь? Не вру. Договорились. Договорились. А теперь полдничайте. А то Клавдия ругаться будет, что ей со столов посуду убирать надо. А мы еще не ем же. Пойдем. Пойдем. Ой, какая красота, господи. Итогские цепи. Эй. Итог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Стёпа. Здравствуй, Вика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, за счастливое завершение дело моей жизни. За это надо выпить. А потом не страшно и помереть. Дед, ты чего? Даже не думай, я слышать ничего не хочу об этом. Девочка, я твоей бабушке обещал позаботиться о тебе. И слово своё сдержу. Все будет как надо. Вот, смотри, сейчас будет фокус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты даёшь, дед, откуда? Берёк на такой вот случай. Давай стаканы на полке. Ну, дед, ты прям гусар. Ну, конечно. Как там у Дениса Васильевича? Ставь бутылку перед нами всех наездников. Сзывай сокручёнными усами. И, честно сказать, сам любил погусарить. Ух, ах, кажется, перегусарил. Мы с тобой всю кровать и ковёр залили. Да кровать бог с ним. А вот ковёр. Зинаиду Филипповну удар хватит, если она узнает. Она вокруг этого ковра кружит, как гриф, вокруг дохлой лошади. Здорная женщина, но бывает забавной. Мне иногда нравится над ней подшучивать. Ну, давай я этот ковёр сегодня в чистку отнесу. Давно пора. Давай. Ну, быть добру. Валентин Эдуардович. Да. Историю Коноваловой вы просили. Аллочка, ну, положи на стол, я посмотрю. И она снова по ночам бродить начала. А сегодня ещё гроза. Может, ей снотворное дать? Гроза – это хорошо. Зато дышать стало легче. Духота спала. А со снотворного мы пока подождём. Пока ограничимся пустырником. Хорошо. Я пойду? Иди. И я пойду. Куда? На балкон воздухом подышу. ХОЛОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Так что мы с Людмилой очень подружились за это время. По-соседски. Слушайте, а что я стою? Давайте я вам помогу. Нет, спасибо. Мы справимся. Ну, давайте, давайте. Обещаю в гости не напрашиваться. Спасибо. Я так скучала, мамуль. Ты моё солнышко. Мамуль, тебе помочь? Нет, доченька, я потом сама вещи разберу. Ничего, что я так спонтанно приехала? Да нет, это очень хорошо. Мне одиноко без тебя в Москве. Ну, а работа? Ну, а что работа? Смету и отчёты я могу отсюда отправлять. Интернет же есть. Интернет есть. И крыжовник есть. Пробуй. Божественно. Творог попробуй. Фермерский, с доставкой на дом. Я думала, ты здесь прозябаешь в Молодвинске. А у вас рай на земле? Тут правда. Очень хорошо. Стёпа ещё обещал лужайку в саду выкосить. Повесим гамак. Будешь работать на свежем воздухе. А кто у нас Стёпа? Мам. Просто местный парень. Всем помогает по хозяйству. Помогает. Ладно, я побегу. Меня Таня ждёт. А кто такая Таня? Мамуль. Ну, я же тебе говорила. Таня, мы вместе на работу ходим, общаемся. Я тебя с ней познакомлю. Она тебе понравится. А что ты ищешь? Так. Ключи ты не видела? Ключи в дверёх. Да нет. Другие. Они такие с брелком в виде глобуса. От школьного кабинета с пособиями. Куда же я их делаю? Мила, ты успокойся и вспомни, где ты их видела в последний раз. Чёрт. Точно. Я же дала Вике дождевик. Вчера у нас ливень был. А они в кармане лежали. Позвони Вике. Хорошо. Ты ешь. Ну, что? Не отвечает. Да, поняла. Хорошо, конечно. Я передам. До свидания. Кто заходил ко мне в кабинет? Никто. Я спрашиваю, кто входил ко мне в кабинет? Да никто. Ну, вчера горничная убиралась. После неё никто не заходил. Что, случилось что-то? Случилось. У меня из стола пропали очень важные документы. Чья вчера смена была? Угловой. Так, где она? Быстро её ко мне. А, Александр Александрович, она сегодня на работу не пришла и трубку не берёт. Ясно. Какая красота. Мила, ну, что ты так волнуешься? Ну, наверняка у кого-то есть запасной ключ от этого кабинета. Да там пособия. Они нужны. Пособия. Ну, никто тебя за это не съест. Ну, в крайнем случае, можно вскрыть замок. Хорошего дня. И до вечера. До вечера. Чёрт! Да что ж такое? Надо косить эту траву. Мы тут ноги поломаем. Ладно. Добрый день. О! Здрасте, Андрей Петрович. А я вам ягоду принесла. А вы Ксения… Ксения Борисовна. Борисовна. Берите. Ой, люблю чёрную смородину. Спасибо. Я тоже люблю её. Из неё можно и варенье, и компот, и в пирог. И так очень вкусно. Ну, что, давайте вот чаем угощу. У меня и варенье есть из крыжовника. Некислое. Будете? Буду. Пойдёмте. Я с этим пеньком на часа возьму. Да, давай, давай, давай. Надо подпилить, да, Господи. Нет. Нет, 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 Юрька. Боже мой. Помогите! Что случилось? Там в воде человек. Где? Да вон там. Живой? Нет, я не знаю. Надо полицию вызвать. Так, оставайтесь здесь. Сейчас разберёмся. Всё хорошо. Значит, вы в Молодвинске недавно? Месяц как приехал. По работе? Да нет. Отдохнуть от дел, воздухом подышать. Вот смородины поесть чёрной. А до этого где жили? Ой, где я только не жил. Сочи, Ростов. В Москве вашей был. И в Москве? Да, правда, давно и недолго. А давно это когда? Ну, лет пятнадцать назад. Да, больше я в столицу не ногой. Почему? Не-не-не-не. У вас таки расстояние. Пока до центра доедешь, полдня пройдёт. Это точно. А где в Москве жили? Юго-запад. Улица Академика Семенихина. Академика Семенихина. Это метро Воронцовская. Точно. Там рядом. Вкусное варенье. И не кислое? Не кислое. Я ж говорил. Академика Семенихина. Может, несчастный случай? Не уверен. Но, как говорится, вскрытие покажут. Но я склонен предположить, что на неё напали. Оглушили. Затем тело сбросили в воду. Вот след от удара тяжёлым предметом. Может, она о камень ударилась? Могла. Но больше похоже на след от арматуры или монтировки. Убийство у нас в городе. Серьёзно. Лёх, ну, посмотри. Там арматура, лом, что-нибудь такое. На ограбление тоже не похоже. Вон у неё кулон. Золотой же. Чё, грабитель, бы такой кулон не прихватил? Открой. Ага. Ну, мог под одеждой не заметить. Телефон, деньги, сумочка. Ну, сумочки точно не было. Денег тоже. А мобильник, вот он. Вот, в кармане был. Как она тут-то оказалась? Ну, могла за корягу зацепиться, а то её течением бэкдамбе унесло. Ясно. Время смерти хотя бы приблизительно можешь назвать? Ну, навскидку, часов с девяти вечера и до полуночи. Угу. Это что такое? Арматура нет, но вот есть ковёр. Его к берегу прибил. Чё, думаешь, ковёр имеет отношение к делу? Всё может быть. Смотрите, похоже на кровь. Возможно, в него было завёрнуто тело. Ё-моё. Ну, тогда приобщи эти ковёр. Заберём? Куда денемся? А вам придётся проехать с нами для дачи показаний. Хорошо. Алло, Тань, ты не жди меня. Я сейчас еду в полицию. Вика погибла. В полицию? Сейчас тоже туда приду. Я ждала Милы у поворота. Мы там с ней встречаемся по пути на работу. Потом позвонила Мила. Так, девушка, вы тоже учительница? Да. Тоже из Москвы? Нет, я из Твери. Я учительница начальных классов, а Мила преподает английский. Так, понятно. Вы с Викторией Угловой когда последний раз общались? Я с ней не общалась. Мы с ней виделись несколько раз. А вы, Людмила Глебовна? Вчера. Она приходила ко мне. Я с ней английским занимаюсь. То есть, занималась. А в какое это было время? С двух до трёх. После этого она должна была пойти в отель. Она там горничная работала. Началась гроза, я дала ей плащ. Она так в нём и была, когда её нашла. Не обратили внимания, в каком она была настроении? Она не была чем-нибудь расстроена? Нет, весёлая была. Потом ей кто-то позвонил. Кто? Не знаю, она не сказала. Но это был личный звонок, и он её расстроил. Мы нашли её телефон. В нём в это время ни входящих, ни исходящих звонков не сохранилось. Но это не её телефон. У неё другой был, я точно помню. Другая модель и такой блестящий чехол. Это уже совсем занимательно. Так, Гранатов, Савелий Игнатьевич. Средний проспект Васильевского острова, дом сорок восемь. Вы у нас из Петербурга, Савелий Игнатьевич? Да. Турист. Ну, в какой-то степени да. Понятно. Так, с убитой знакомой не были, на месте обнаружения тела оказались… Случайно. Гулял по городу, фотографировал. Возвращался в гостиницу, проходил мимо реки, вот выбежала девушка, Людмила. Сказалось, что лежит человек. Ну, я пошёл посмотрел. Дальше вы знаете. Мил, подожди, я телефон не могу найти. Как вы? Не знаю. Наверное, нормально. Вы знаете, мне кажется, вам надо снять стресс. Есть хорошее кафе на набережной? Я нашла. Спасибо вам за помощь, но мне надо на работу. Всего доброго, Савелий. Может, вас проводить? Не надо. Мы сами дойдём. До свидания. До свидания. А чё ты его отшила? Нормальный вроде парень. Тань, какие парни? У меня до сих пор Вика перед глазами, которая в воде лежит. Жизнь-то продолжается. Меня не интересует свидание. Сейчас или вообще? Не сейчас, не вообще. Почему? Есть причина. Я в магазин. Вам что-нибудь захватить? Нет, спасибо. Не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валентин Дуардович, день добрый. Здравствуйте. Капитан Ивашов. Присаживайтесь. Не, спасибо. Мне переговорить с вашим пациентом, Николаем Валевским. А вы по поводу Вики? Боюсь, вы опоздали. Кто-то уже успел сообщить ему об этом. У нас ведь новости, сами знаете. Понимаю. Но, тем не менее, мне все равно нужно его опросить. Увы, это невозможно. Николай Поликарпыч скончался около часа назад. Сердце не выдержало. Да чё ж такое. Да. Так, сядь. Что здесь? В Москве он 15 лет не был. Чёрт. Это же Милкина ключ. А, чёрт. А, чёрт. А, чёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА